Морвокзал Сочи Ювелирные украшения и часы в субли. Кафе и рестораны «Боско» для встреч на высшем уровне. На телеканале «Кубань-24» программа «Море откровений» и я, ведущая Кристина Конограй. Сегодня у меня в гостях заслуженный артист Кабардино-Балкарии, Чечни, Ингушетии. Первый в нашей стране исполнитель, победивший на Евровидении, певец Дима Билан. Дима, добрый день. Спасибо. Такие моменты, когда вы представляете, начинаете подобным образом. Начинаешь сожалеть почему-то не в костюме, не в бабочке. А так, на самом деле, все хорошо. Вы приехали в Сочи как гость новой волны. Ваше имя тоже стало когда-то известным благодаря именно этому конкурсу. Сейчас, наблюдая за молодыми исполнителями, вспоминаете себя? Ох, вот сейчас понимаю, что глядя на всю эту погоду, разговаривать серьезно как-то даже, наверное, и не совсем к месту. Но я не могу не вспоминать свои первые вот эти прямые эфиры, которые были на главном канале страны. И моя первая большая сцена, без, так скажем, волнения, дрожи какой-то. Потому что я помню, как мне было тогда непросто. Но я нес с гордо поднятой головой свою музыку, себя, свою душу, свое состояние. А у вас дрожали коленки, когда вы выступали на новой волне? Ну, я научился в тот момент свое волнение перерабатывать в наглость. Это вот Дима Билана, которого мы все привыкли видеть, который прыгает, там что-то делает. Это вот он просто скрывается и скрывает свое неравнодушие, так сказать, к эмоциям такого волнительного характера. И несколько вопросов, конечно, о творчестве. Буквально недавно у вас вышел новый альбом. Я вас, конечно, поздравляю с этим событием. А есть ли любимая песня у вас в этом альбоме? «Не молчи, ты как время». «Телепорт», потому что я написал, сидя в Таиланде, наверное. «Люби меня», «Крик», «В голос тишины», «Где мы поем с Марго Пазаян», тоже моего сочинения музыка. Вообще, на самом деле, в принципе, как любой, скажет, да все мне там нравится. Да, все, все, да, нравится. Что тут хитрить? Все хорошие. Ну да. Они попали, собственно, по этому альбому. Безусловно, не могу не спросить про клип на песню «Не молчи». Лично меня видео тронуло до глубины души. А как ваши поклонники отреагировали на такой социальный призыв? Огромные группы, люди. Школы, детские сады, секции всякие спортивные различные. Все среагировали. И огромное количество людей пишет. И родители, у которых, например, есть ребенок с особенностями. Я теперь в этом уже достаточно много, в принципе, слышал, видел и знаю. Которые невероятно почувствовали поддержку и пишут колоссальное количество писем. Я знаю, что случайных людей нет, которые просто прошли мимо и так коснулись этой истории. Я, правда, горд, что мы буквально такую прям революцию произвели этим роликом, показав, что есть и так. Я хочу вас спросить и о другой премьере. Скоро Свет увидит кинокартина «Музыка во льду», где у вас главная роль или она... А, она уже по-другому называется. Она уже переназывается. И вы, в принципе, не могли знать этого, потому что это новая информация. То есть у нас эксклюзив. Буквально вам это и произношу. То есть фильм будет называться «Герой во имя России», где у вас главная роль. Действие происходит во время Первой мировой войны. Дим, подписывая контракт и соглашаясь на роль русского офицера, вы не боялись, что вашу работу критики и зрители не воспримут всерьез? Вы же все-таки поп-артист. Да, мы тут, опять же, прежде всего в определенных рамках. Вот почему-то мы так считаем. Ну, очень, на самом деле, такие, знаете, консервативные нации. Вот, и страна. И у нас комплексов достаточное количество. И нам кажется, что поп-артист — это вот все-таки определенные рамки. И ничего глубже не может быть, кроме как, например, песни «Невозможное. Возможное». Хотя на практике в мировой абсолютно нормально. То есть пишется сценарий, например, для какой-нибудь вновь появившейся звезды или там артиста, который буквально год. И уже пишется для него роль, приглашается, потому что за ним приходит электорат, зритель. Вот. И у нас к этому сложнее отношения. Всегда ждут какого-то подвоха. И я горд невероятно, потому что послевкусие, вроде бы, говорят, остается очень даже неплохое. Поэтому в феврале мы сможем уже это все увидеть. Там две части — современная, сегодняшний день и прошлая, сто лет назад. А ваши композиции мы услышим в этой картине? Да, там будет романс, который я исполню. А почему все-таки решили поменять название? У него так и остается два больше, два названия, мне кажется. «Музыка во льду» и «Герой». Ну вот просто емче, наверное, «Герой». Это вот на картинке я. Дим, раньше значительную часть вашего времени занимал проект «Голос». Сейчас совсем другие наставники. Скучаете по своему креслу? Кресло заменили. Скучаю. Не скучаю. Почему? Ожидали, наверное, да, Саша? «О, я скучаю!» Да, именно так и ожидали. Еще слеза пошла бы. Нет, я не скучаю. Какая-то часть меня не скучает, какая-то скучает. Вот физическая часть и вот все, что отвечает за вот эту вот выносливость эмоциональную и физическую, нет. Потому что это занятие не из простых. Если учесть, что в эфир выходит процентов 15 того, что мы вообще говорим, реально, даже, может быть, меньше, то представляете, сколько затратных речей приходится говорить. А я не могу просто поверхностно это делать, потому что, ну, просто не могу. А из своих подопечных с кем-нибудь связь поддерживаете? Может быть, кого-то продюсируете? Да, на самом деле всегда. Всегда поддерживаю, постоянно, так или иначе. Кого-то я знал, так, достаточно так, неглубоко, до проекта, там, человек пару-тройку, ну, это все было в эфирах. Вот, кого-то, с кем-то вот познакомился уже непосредственно. Общаюсь и поддерживаю, и иногда тоже звоню и предлагаю каких-нибудь совместных дел. Будем ждать сюрпризов. А, Дима, скажите, на что сейчас тратите свободное от голоса время? С какой целью интересуетесь? С разными. Что? Пишу музыку, доозвучивал картину, потом, значит, в детский голос пойду. Все-таки пойдете в детский голос? Да. Наверное. Вот, а что еще? Альбом, собственно, сочинение Эллен 24 выпускал. Приезжал, кстати, в Сочи здесь, сделал презентацию закрытую, маленькую, небольшую. А, хотела спросить вас про аромат. Аромат. Весной этого года вы выпустили свой уже второй по счету аромат. В переводе с английского его название звучит весьма нескромно. «Возбудись с Димой Биланом». И мой вопрос будет не менее откровенным. Чем пахнет Дима Билан? Я пахну. Ой, я сейчас пошучу. Ну, наверное, какой-то стабильности. Все-таки. Ну, хотелось бы думать, что фундаментальностью попахиваю. И очень бы хотелось думать, что я пахну свежестью достаточно. А скажите, звезды реально пользуются тем, что рекламируют? Да, но не только этим. Разными вещами. А ваша личная жизнь сейчас известна очень мало. Вот такой общий вопрос. Вы все-таки уже нашли свою вторую половинку или еще в поисках? Мне приятно находиться, может быть, и для всех, и для себя прежде всего, в таком ключе ищущего человека. Когда-то было много разного, всякого абсолютно скоропалительного, быстрого, фастфудного. А был период из седина в бороду, без в ребро тоже все это было. Сейчас лучше одному, чем абы с кем. Ну, по крайней мере, пусть это будет как бы вот так вот витать в воздухе. Ну, все нормально у меня. Все хорошо. Это самое главное. У меня очень прекрасный период. Такое рассуждение о жизни, такого какого-то нового взгляда на все, на людей. Это не значит, что я стал каким-то таким скучным, печальным постоянно и негативо содержащим. Просто мне нравится сейчас так. Дима, по традиции, все наши гости в конце программы рассказывают о каком-нибудь необычном факте из своей жизни, о котором еще никогда не писала пресса. Прошу вас поделиться с нами, пусть небольшим, но секретом. Я сегодня, например, сидел до пяти утра. Где? В гостинице. Зачем? А вчера не выходил сутки из номера. Чем там занимались? Писал музыку. Представляете? Такая ноль. Могу рассказать, что у меня есть свой собственный личный рекорд нахождения в джакузи-ванной. Знаете, сколько часов? Это, кстати, было в Сочи. Вспомнил. Ну, я сам, если честно, как-то обалдел. Это было какое-то после каких-то там гастролей тяжелых. Семь часов. Семь часов вы лежали в ванной? Просто лежали в ванной и ничего не делали? Я смотрел кино, пил чай. Ну, это круто. Дима, спасибо огромное за интервью. Я напоминаю, у меня в гостях был певец Дима Билан. А кто станет следующим героем программы «Море откровений», узнаете ровно через неделю на телеканале «Кубань-24». Морвокзал Сочи, южная резиденция компании «Боско Дичельеджи». Флагманские бренды в бутиках модной одежды. Косметика и парфюмерия в магазине «Артиколи». Ювелирные украшения и часы «Субли». Кафе и рестораны «Боско» для встреч на высшем уровне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова